День, когда затрубят в рог и вы придете толпами. День, когда затрубят в рог и вы придете толпами. Итак, Йома во втором предложении это Бадаль, это замена, это предложение или подменное имя слову Йома в первом айте. То есть, поистине день различия, день, когда затрубят в рог и так далее. Также это имя может быть Бадаль, предложением подмены словом Йокатан. В этом случае смысл будет таким. Поистине день различия является установленным сроком, является днем, когда протрубят в рог. И в этом и в том случае мы дальше говорим. Аль-Бадаль, то есть имя, являющееся заменой другому имени, являющееся его предложением, так же, как и предыдущее имя должно быть в его падеже. Если первое слово Йома или Микатан в состоянии Насп, то есть в винительном падеже, то и второе имя, которое является его Бадалем, его заменой или предложением, тоже будет в состоянии Насп. В этом Аль-Бадаль похоже на Аль-На'д, на определение, как мы это несколько раз подробно разбирали. Дальше мы повторяем вышеупомянутый Ираб, разбор, что у Аля-Ма-Танаспи признак Йо-Наспа, то есть признаком состояния Насп, здесь является Аль-Фатат-Аз-Захирату Аля-Ахири, то есть явно фатат над его окончанием. Есть еще другой вариант Ираба, грамматического разбора этого слова. Мы можем сказать, что Йома это мафуулин бихи, прямое дополнение или фиалин махзуфин, для скрытого удаленного глагола, такдирху а'ни, то есть этот скрытый глагол в этом случае это а'ни, то есть я имею в виду. Тогда смысл будет таким, поистине день различия является установленным сроком, я имею в виду день, когда затрубят в урок. Во всех этих трех вариантах слово Йома это мудлаф, то есть это первый член Эдуафы, из афетного сочетания. И раз у нас слово является мудлафом, мы автоматически знаем, что после него должен пройти Аль-Мудлафу-Илии, то есть второй член из афетного сочетания. Но у этого слова, у слова Йома, есть особенности, что оно может быть мудлафом, первым членом Эдуафа, как к одному имени, например Йома-Льфасли, день различия, так и к предложению, которое в данном случае рассматривается как одно слово, одно имя является Аль-Мудлаф-Илии, то есть вторым членом Эдуафа для этого имени. Йома-Юнфаху-Фиссури. Предложение Юнфаху-Фиссури будет являться мудлаф-Илии для Йома. В конце разбора мы это упомянем. Здесь мы видим, что после слова Йома проходит глагол, который никак не может быть мудлафом-Илии, т.е. отдельно взятый глагол никак не может быть мудлафом-Илии, так как Йома-Юнфаху-Фиссури, сочетание двух имен в Йома-Юнфахе является отличительным признаком имени существительного. Поэтому мы сначала сделаем разбор каждого слова по отдельности, а затем уже скажем про получившееся глагольное предложение. Заметьте, мы говорим «предложение», а не отдельно взятый глагол, а глагольное предложение. Глагольное предложение является мудлафом-Илии для слова Йома. Итак, яум юнфуху фессури, юнфуха это фаалин мударю, глагол настоящего будущего времени, мабниюн лима лам юсаму фаалю, или как некоторые говорят, мабнию лимаджгули, то есть этот глагол произведен, образно говоря, построен для указания не на того, кто совершил действие, то есть этот глагол, глагол срадательный залог, и значит действующее лицо здесь не упоминается, поэтому связанное с ним имя будет, будь то явное имя или местоимение, не называет фаалем, не называет фаалем действующим лицом, а на ибуль фааль, то есть имя, которое называет его именем, которое замещает фааль, имя, которое в этой конструкции стало на место фааля, заменив его. На ибуль фааль, так же как и сам фааль, должен быть поставлен именительным подживом в состоянии аров, но сначала закончим ираб грамматический разбор глагол юнфуху. Значит, как мы сказали это, фаален мударен мабнив лин мачху ли морфон, то есть этот глагол поставлен в состоянии аров. Разбирая глагол юнфуху, мы подробно поговорили об этом, значит морфон, то есть в состоянии аров, то есть в изъявительном наклонении. А почему? Что является тем амелем, тем фактором, который поставил его в состоянии аров? Мы говорим морфон, он поставлен в состоянии аров, ли таджор рудихиминен насоби воль джазм. Он поставлен в состоянии аров, потому что ему не предшествует амелем, то есть факторе насоба или джазма. Мы говорили, что это то, что называется смысловым фактором, непроизносимым, понимаемым фактором. В алям трафи признаки его арова, его состояние арова это от дому тазахирату аля ахирихи, явное дому на его конце, над его окончанием. Остановимся на этом, иншаллах, на следующем уроке, продолжим.